Но между тем, кроме авиационного училища и Гагарина, наш край связывает со Вселенной еще и космодром Ясный. Он входит в пятерку крупнейших баз страны. Первый космический пуск отсюда произошел в 2006 году. Ну и главное, все полеты прошли успешно. Наверняка старшее поколение посчитает странным, почему космос ушел в забвение, поскольку полвека назад чуть ли не каждый мальчишка мечтал стать космонавтом. Ну и более того, в нашей стране был сформирован настоящий культ космоса. Правда, чуть позже произошло его развенчание. Как это было, в историю погрузилась Карина Тумасова. Тема космоса испокон веков бередит умы людей. В древности звезды манили не меньше, чем сейчас. Но только фантазии у предков хватало не на многое. Ну, на скальные рисунки, ну, легенды и сказки. А вот в веке 20-м изобретатели, мечтатели и фантасты, вдохновлявшиеся космосом, развернулись по полной. Но обо всем по порядку. Пожалуй, больше всего далекими планетами и иными звездными мирами вдохновлялись писатели-фантасты. Тема космоса воспета в произведениях таких именитых творцов, как Жюль Верн, Алексей Толстой, Герберт Уэллс. О книге «Вне земли» Циолковского первый человек в космосе Юрий Гагарин и вовсе говорил, что многие предположения, описанные автором, оказались совершенно правильными. Позже, уже после полета Гагарина к звездам, вдохновляться космосом стали люди более приземленных профессий. И изобретали они не фантастические миры и сюжеты, а вещи, полезные в быту. Так, один из самых популярных в Союзе пылесосов формой напоминал летательный аппарат. Да и назывался, соответственно, ракета. Если позволить себе космическую технику могли не все, ведь стоил агрегат по тем временам немало, то вот первый космонавт Земли был в квартире практически у каждого в виде елочной игрушки. Во второй половине 20 века спрос на космическую тему несколько поугас, но современники и сегодня вдохновляются далекими мирами. Чаще всего из космоса черпают вдохновение дизайнеры интерьеров и модельеры. Творение последних, кстати, зачастую и сами выглядит, как пришельцы с других планет. Так что звезды прочно засели в наши сердца и мысли. И это прекрасно, ведь космос бесконечен и полон загадок. А значит вдохновляться им мы сможем во все времена.